Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думала, что это мероприятие будет немножко скромнее. Всем привет! Меня зовут Наталья Машталир. Можете называть меня просто Натальей Александровной. Своим сотрудником, который вошел меня в два раза. Значит, история эта называется «Диалог на равных». Видите, я не стала подниматься на сцену. Решила, что останусь здесь с вами, скажем так, на земле. Я думаю, что все меня прекрасно видно, да, слышно. Кому не видно, ну, не знаю, посочувствовать мне вам разве что. Я надеюсь, что вам будет интересно послушать о том... Вообще, когда меня позвали, мне сказали, ну, расскажите о том, как вообще сложилась ваша жизнь таким образом, что вы в 27 лет стали главным архитектором Краснодара. История, я не знаю, интересная, скучная, никому не рассказывала в таком масштабе до этого. Ну, в общем, начнем с того, что я родилась в Краснодаре. И я живу по-прежнему в том же районе, в котором и родилась. Это юбилейный микрорайон. Я закончила 89-ю школу. Случилась я одна отлично. Я вообще таким была, знаете, настоящим ботаником. Я обожала учебу, я обожала физику, также обожала русский литературу. Я вообще чувствовала какое-то удовольствие от того, что я могу изучать какую-то информацию, читать ее. И самое главное, анализировать и структурировать в голове. Вообще, наверное, построение каких-то систем это одно из моих самых сильных доспортов. По крайней мере, так и не кажется. И моему руководству так кажется. И я чуть позже расскажу вообще, к чему я все это говорю. Значит, представьте себе, седьмой класс. Мне сколько лет? Да? В общем, где-то так. Где-то 13 лет. И такая умная. Я побеждаю в Олимпиаде по математике, по русскому, по литературу. И где же мне себя применить, свою гениальность. Ну, это я, конечно, шучу. Я так и не думала. Я просто думала, что, ну, все-таки надо уже определяться, да, куда я буду поступать, ЕГЭ. Надо готовиться к этому, ко всему. Надо как-то... Но я не понимала, что мне интересно. То есть, с одной стороны, я обожала программировать. Ну, прям обожала. Я уже совсем познакомилась еще в школе на Олимпиаде по программированию. С одной стороны, я обожала русские литературы. В Олимпиадах участвовать. Даже в 10 классе я заняла 4 место на Всероссийской Олимпиаде. Вот я думала, что-таки, куда же мне поступать? В чем заниматься? А, и в то же время я очень любила рисовать и хорошо. И было... Очень... Очень... И было... И было... Так люди, которые... Они в основном... И тогда казалось, что образование юриста-экономиста Это очень престижное образование. Или есть еще одно образование. Это управление, да? Государственное имя. Называется эта специальность. Но меня ни то, ни другое, ни третье вообще не понимали. Это же так скучно. Я приходила на работу, а у меня мама бухгалтер. И я просто видела, как она перекладывает все эти бумажки, что-то считает. Мне казалось, что это какая-то невероятно тяжелая способа. Потому что, находясь у мамы на работе там полчаса... Иногда не так сильно отличается от того, что я видела на работе у моей мамы. То есть у меня тоже, естественно, много бумажек. Но просто вопрос на эту мотивацию. Одно дело, когда ты перекладываешь эти бумажки, и вся твоя жизнь это бумажки, и ты видишь, что это бумажки. И совсем другое дело, когда твоя жизнь наполняет по каким-то интересными проектами, интересными людьми, интересными событиями. И бумажки, они просто твою жизнь сопровождают. Скажем так, они такой аккомпанемент под основную мелодию твоей жизни. Это, кстати, очень архитектный вопрос. А вы понимаете, что главный архитект делает, что перекладывает бумажки? Я говорю, да, но обычно это происходит уже после 10 часов вечера, когда он возвращается со всех мероприятий, совещаний, приходит к себе в кабинет, наливает себе чаю или что-нибудь покрепче, и начинает подписывать документы. Так что считает, что жизнь это с детьми вечера и по... Да, вся жизнь это подписывание документов. Значит так. И я думаю, к чему же мне себя приложить? Я очень хотела поступать на журфак в МГУ или на филфак, и более того, что с олимпиадами я даже могла это сделать. Потому что если ты занимаешь первое, второе, третье место на региональном уровне, то у тебя практически проходка в любую специальность, на которую сдается предмет, в котором ты победил. Ну и соответственно, я была уверена, что я буду либо филологом, но мне родители сказали, что у меня есть одна дочка, а денег нет, чтобы тебя отправить в Москву, в дорогой город, и поэтому как бы давай определяйся здесь, кем же ты будешь. Я очень долго грустила, потому что у меня было много друзей из этих олимпиад, естественно, все они поступили, кто в МГУ, кто в МГУ, кто там еще куда-то. И я сделала очень смешную вещь, на самом деле, это правда очень смешно, я сейчас буквально вспомнила, взяла листик А4. Вы знаете, что такое свод-анализ? Знаете? Ну, в общем, я в принципе взяла и расписала, разделила на четыре части, писала, писала, что я вообще хочу делать. Или более простой вариант, если вы, например, не знаете, что это, я сейчас буду углубляться и рассказывать про это. Взяла листик, разделила на две части, писала, так, вот этим я точно в принципе хочу быть, этим в принципе совсем не хочу быть. Выписала список себе. Кем я хочу быть? Окей. Поехали дальше. Какие плюсы и минусы у каждой из профессий? Я провела прям такой, она в своем уровне, в каком я была в классе, в 10-м, наверное, классе, я провела и на том уровне, понимаешь, профессий, на котором я тогда находилась, был уровень, ну, понятное дело, даже детский. Я поняла, боже, ведь архитектура это мое призвание, я просто идеальный архитектор, поняла я в 10-м классе. Почему? Первое. Я хорошо рисую, я обожаю все, что связано со скульптурой, с живописью, с графикой. Я очень любила проектировать в своем тогдашнем понимании вообще, что это такое, и на огромном количестве моих детских рисунков я рисовала дома. Но не как обычно дети рисуют домик, то есть это прямоугольничек, треугольничек, дым из трубы, котик, я рисовала какие-то такие совместные махи, которые это все было интересным. А, следующее, сказалось, ну, тебе правильнее казалось, кстати, что это такая техническая специальность, и что без технической закалки ничего не получится. А так как у меня прекрасно давали и науки, я подумала, вот, круто, я с легкостью узнал физку, с легкостью поступлю на архитектора, в принципе, куда угодно. Исследуя, так как у меня была история, общество знания, но я, как уже сказала, я была таким труботаником, я, в принципе, понимала, что архитектура это не только здание, это еще и про среду и про то, как что-то влияет на сообщество. Это очень важно. Я поняла, что, блин, мне это тоже интересно, и я бы тоже с радостью это поизучала. То есть, это такое, знаете, архитектура это наука на стыке точных и гуманитарных специальностей. Гуманитарных в общем, так я понимаю, что это супер с помощью вот этих нехитных с табличками и вычислений. Я поняла, что, черт возьми, почему же раньше я никогда не думала, если смогу стать архитектором. Пришла к родителям, сообщила им об этом. Они говорят, о, боже мой, не надо так делать, Наташ, иди, пожалуйста, поступай на экономиста, юриста. Я не расстроилась, потому что, как бы, согласно законам Российской Федерации, ваши родители не имеют права влиять на то, куда вы будете поступать. Поэтому я сказала, ну, хорошо, вы против, я услышала ваше мнение, да, вот это вот все, но я буду архитектором. Папа, в принципе, у меня папа инженер, он осознал, что бесполезно со мной спорить. Мама еще где-то полгода со мной спорила, пыталась меня там отдать. Она говорит, ну, сходи, пожалуйста, еще туда-то, пообщайся с тем-то. У него такая интересная работа, и вообще, юриста, это так интересно. Я говорю, да, мам, хорошо. Ну, я ходила, общалась, сходила. Ну, и, значит, в конце концов экзамен. Я поступаю в сельхоз на инженера-архитектора, сдаю там физика, рисунок, математика и русский. У меня по всем предметам путерки, я прохожу. И, значит, начинается учеба. Так я себе представляла учебу архитектора, или вообще жизнь архитектора, да. Естественно, ты смотришь какие-то фильмы, анскорботские в основном, потому что русские фильмы про архитекторов не снимают. Ты смотришь американские фильмы, и ты видишь, что там, блин, какой-то супер, невероятно красивый мужчина-архитектор. У него такие волосы назад зачесаны, белая рубашка, закатанные рукава, раздегнутые пуговицы. Он такой, знаете, взъерошенный, весь какой-то во вдохновении. У него последний этаж лофта, высоченные потолки. И вот он рисует, чертит, и он весь вот в таком альбе. Он ездит на дорогой машине. Конечно, если бы вы видели, на какой машине я сюда приехала, на служебной, вы бы очень много смеялись. Так вот, начинается учеба. Первый такой, и физика, и там куча разных предметов, которые вам, как вам кажется, и это, кстати, очень важно, будут не нужны, а потом оказывается, что они вам были возьми как нужны, и покупать дорогущий курс в интернете. Вы хоть чему-то научиться, хотя, в принципе, поэтому могли научиться в ВУЗе, и они могли этим учиться в ВУЗе, поэтому, видите, никому не нужно, как вам кажется, предметы типа русского, вот это вот все, да, вы, короче, 10 лет поймете, зачем вам это было нужно. Но мой вам совет, все-таки, учитесь, потому что, правда, ты никогда не знаешь какое знание выстрелить. Ладно, об этом тоже чуть попозже. В общем, поступила я на архитектуру и вообще не понимала, что происходит, потому что мы изучали совсем не архитектуру, а какую-то, ну, в общем, другие предметы. Назовем это так. И первый курс, потом второго курса у нас все-таки уже начинается архитектурное проектирование. Первый курс, это еще и начертательная геометрия, инженерная графика. Я думаю, что это все, что это за предметы. У нас это были очень сложные, тяжелые предметы. У нас, наверное, преподавательница тогда была настолько эмоциональной, но это была очень хорошая преподавательница, но она могла запустить решение в какого-нибудь студента. И, в общем, в чем она была досажала, она такая прям жесткая. И когда ты, в принципе, учишься, а ты привык уже, ты постоянно, ну, блин, ты как, ну, ты должен нормально учиться. У меня, например, такая привычка. и ты не понимаешь за это, потому что эти предметы были такими очень уж общеобразовательными, отдаленными, не очень здоровыми. В мой курсе у вас началась уже архитектурно-конструктивная тяга. У меня она началась на втором курсе, где мы делали отмывочки, вот это вот армелью, рисовали малые архитектурные формы. Это, в принципе, тоже было очень хорошо. Я вам хочу сказать, ребята, в итоге архитектурой, именно архитектурой я стала интересоваться и я стала таким неравним на курсе в 20 лет. Потому что все остальное время у меня, к сожалению, не было ни преподавателей, увлечь настолько сильной методикатурой, да, ни студентов, которые вместе со мной не сильно не увлекались архитектурой. И в принципе, ну, училась, училась, у меня было очень много конструкций, потому что я же инженер-архитектор, да, и вот ну, я все отлично понимала, но вот именно в плане архитектуры, вот именно вспомнила, я вам говорила о том, что две составляющие, да, это точная и гуманитарная. Так вот, про гуманитарную составляющую почему-то никто не рассказывал, почему-то никто ее не давал. Это грустно. На четвертом курсе я познакомилась ребят из других вузов, из других городов. Мы с ними начали вместе проекты. И я заинтересовалась архитектурой. Я вдруг сказала, что самый посещаемый мою сайт это не Инстаграм, а Архедейли. Знаете такой сайт? Архедейли. Поднимите руку. Один? Спасибо. Но это потому, что я выкладываю формирую. Ребята, да вы что? Архедейли. Запишите. Арх? Ну, А. Эй. А. Си Эйч. Эй. Ай. Записали? Архедейли. Загуглите. Можно писать Архедейли. А? Что? Нет. Нет. Просто таких сайтов. Мы много, но мыли. Он самый масштабный и как бы это такая, блин, невероятная площадка. Абсолютно все проекты, которые появляются, новые, хорошие, которые доступны чего-то, они на этом сайте. Обязательно прочитаем. втяжем. Причем втяжем. Вы можете сделать себе закладку на него и обязательно все время на нем висите. Кстати, не мягко просто руку в архедеторе. Ну, большинство. Ну, это класс. Но! Ребятки! Ребятки! Вы знаете, такой сайт втяжки.ру. Тааааак! Ребятки! Смотрите! Хорошо, правильно и круто. Надо делать все те, которые вам дают ваши информации. Иначе вы ничему не научитесь. Но! Поверьте! Что вы в институте, и это, кстати, инсайт, вот мой на четвертом клетке, это 10. Вот, если вы с института берете 100%, и если вы прям такой, хочется сказать слово, что я всего должен знать. В общем, ну, такой вот прям банан. То это должно знать процентов 10. Так что вы не думайте, пожалуйста, очень часто ко мне на практику приходят студенты, кстати, вот, и из вашего вуза, с вуза, точнее, приходят студенты, и нас в вузе ничему не учат. Я говорю, в смысле ничему не учат? Вас учат этому, этому. Это было? Да. Но мы не умеем в фотошопе, например, ничего делать. Офигеть. То есть, вы не можете открыть YouTube. То есть, какой-нибудь баттл посмотреть вы можете, да, на YouTube, а додуматься до того, что там есть уроки по фотошопу, для Максу, по Архикаду, по кого-то. Но это все фигня, это все реально отмазки. потому что, я могу рассказать о себе. У нас было на курсе 60 человек. Из этих 60 человек, мне кажется, по вам, кстати, примерно такая же будет история. Вопрос, вопрос, кто эти люди, которые работают архитекторами, у которых сложилась карьера, да? Если вы думаете, которые связи, они какие-то такие прям супер пробивные, то это все ерунда. Это просто люди, которые реально во время учебы изучали что-то, ходили на курсы, ездили на всякие архитектурные кэмпы. Короче, это увлеченные люди. Я думаю, вы многие знаете Оленникова, Владислава, знаете? Закончил, вот как раз, каст, занимал проектированием. Не знаете? Кто-то знает, кто-то не знает. Лучший от Оленников, вот он закончил в каком году? в 18-м. В 18-м он закончил каст, и он сейчас поступил в марш в Москву, учится в марше, и даже пока он в касте, он работал вместе очень хорошим. То есть тоже мальчик из выселок. Он сам интересовался, он сам всех находил, он сам всех задалбывал, он сам писал всем, он организовал вкладные мероприятия в Краснодаре, и сейчас его работы в том числе есть на Аркдейле. и я желаю, чтобы ваши работы спустя два года после вашего выпуска с места учебы тоже появлялись на каких-то архитектах сайтах. чем хвалят не твои родители, не твои родители, не твои друзья, не твои подписчики в инстаграме, на фейсбуке, а когда тебя хвалят профессиональное сообщество. Это самое крутое, что ты вообще можешь получить мира именно как профессионал. Потому что, конечно, очень классно, уютно оставаться, знаете, в скорлупке, ой, меня ничему не научили, я ничего не знаю, но если у тебя есть мотивация, берешь и проходишь какие-то курсы, ты чему-то... Так вот, кстати, оторвемся от грустной темы про мотивацию. Вернемся к учебе. Пятый курс. Я выбираю тему диплома. Думаю, блин, это должна быть прям какая-то очень интересная, классная, мощная тема. Тот же самый метод с листиками никогда меня не подводил. Попробуй. Простая, смешная штука, но это реально работает, это реально, знаете, такая самая, не знаю, элементарная ходовая техника, когда вы можете для себя что-то более-менее по полочкам разложить, понять. Значит, я подумала, окей, что же нужно Краснодару в 2012-2013 году, и поняла, что не хватает каких-то, ну, не хватает умных людей, очень много людей переезжает, да, я думаю, вы знаете, но в основном эти люди, они не креативный класс, да, то есть они не создают какой-то продукт. Класс — это те, кто создает какой-то продукт именно интеллектуальный. и я поняла, что не хватает в Краснодаре технопарк, где бы собирались на компании с таким технологическим уклоном, да, с IT-уклоном, и эти компании производили какой-то интеллектуальный продукт. в общем, моя дипломная работа была реконструкция с измерительным прибором, вы думаете, да, что это такое, где-то. Реконструкция зипа под технопарк с дата-центром и так далее, и так далее, и так далее. В общем, я выпускаюсь, защищаюсь, моя работа занимает, моя дипломная работа занимает на конкурсе дипломных работ студентов-архитекторов второе место, все круто, все супер. И, кстати, вот, кстати, насчет того, что я прошу учиться или участвовать в конкурсах, да, работать. Ребят, если вы не будете участвовать в конкурсах и работать, у вас просто, как у профессионалов, нет будущего. Вы, может, уйдете в ритейл, пойдете продавать строительные материалы, это тоже, но же круто, но если вы не будете действительно сам себя прокачивать и заниматься своей прокачкой, вот, очень тяжело, она будет казаться, там, вас обижают, и везде свои люди, хотерьте, вот, мне, как замдиректору дептайм, очень соком, зарплаты нормальные, ну, то есть, это не крошечные зарплаты, это, в принципе, ну, и зарплаты по городу, и на эти средние зарплаты по городу ты себе вообще не найдешь нормальных сотрудников, потому что, знаете, большой разрыв между теми, что ты хочешь делать, и типа, я вот как бы и вы мне должны платить, и теми ребятами, которые, наоборот, очень классно развиваются, 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 и нет, они уже на самом уровне настолько высоко находятся, что они, естественно, хотят зарплату себе соответствующую, поэтому подумайте, ушел, где вы хотите находиться через пять, после выпуска, выйти кем-то, где-то, вы хотите, вы хотите, вы хотите, интересно, вы хотите сидеть и чертить у окон и дверей, потому что, ну, вот вы вот так вот сделали, все, боже, какая боль, вы знаете, что это, пучки, просто, я работала в организации, в которой была одна девочка, эта девочка закончила тот же, что и я, она была старше на пять лет, то есть, вместе ей было тридцать один, и она всю жизнь чертинна окна, двери, перемычки, ведомости, окон и дверей и так далее, ну, то есть, эта история, она достаточно для меня грунт, то есть, для нее это было нормально, да, что она этим занимается, и это ее выбор, и это, ну, это нормально, кто-то же должен это делать, да, ну, хотя сейчас это уже все автоматизировано давно и давно, и, в общем, так получилось, что ее, чего они уволили, когда я пришла, и показалось, что можно блокадо написать, да, автоматически будет считать, и просто карьера человека практически рукава богу, она быстро перемучилась, порой, считать что-то другое, шучу, так вот, я извиняюсь, я предлагаю перейти потихоньку к вопросу, потому что, да, у нас немного времени осталось, я думаю, ребята просто... Подождите, я сейчас, можно еще пять минут, пять минут, я очень быстро, я очень быстро кое-что расскажу, смотрите, значит, я еще в институте, история такая, вот многие спрашивают, как сделать, да, у меня, например, в каком-то время, будьте позитивными, активность, знаете, что это такое? Это когда-то активный, но активный, в негативном, каком-то, плохо, напишу комментарий, в типичный Краснодар, нет, это активно, вы хотите что-то изменить, вы пытаетесь, как это изменить, его-то для этого делаете. Так вот, еще в институте, еще на пятом курсе, меня, типография, культурный центр, пригласил лекцию по паркам, был живой журнал, ЖЖ, я очень активно его вела, я пришла в типографию, прочитала эту лекцию, и я рассказывала про реновацию московских парков, как раз это время парка Горького, Сокольников, и так далее, и очень-таки нелестные слова сказал в Краснодарских парках. На следующий день раздается звонок, здравствуйте, это директор парка инвестиций и туризм, вот вы, она плохо рассказали, прийти ко мне на беседу. Ладно, схожу, конечно, посмотрю. Прихожу, сидит такой очень суровый мужчина и говорит, вот вы молодежь современная только и делаете. Я говорю, ну, в принципе, да, нужно мне делать. В общем, это его зацепило, он говорит, а, начальником отдела структуры и ландшафтного дизайна в парке инвестиций и туризм. Смешная история, да? Эта тема, эта тема, она реально работает, поэтому мне было очень сложно. Можно, те же, это, смотри, она закалила, вот, сложные сни, я уволилась. Не из-за меня, вы садили, понимаете. Я пошла на другую работу, а потом еще на одну работу, и многоэтажным жильем занималась, и соц. объектами занималась, потом мне, в общем, все это надоело, я ушла в чек, работала дома. Пока я работала на своей предыдущей работе, на которой, на девочке, которая окна и двери считала вручную, меня опять-таки на какой-то лекции, эти заметили, и предложили войти в состав архитектурного совета при главе города Краснодара, при мэре. Я, естественно, оказываюсь от таких предложений. Я говорила, окей. Стала ходить на этот совет, стала высказывать свое мнение, которое очень эгорически не совпадало с мнением большинства вот этих очень уважаемых, очень хороших архитектов, менее, таких уже взрослых достаточно, назовем это так. И в итоге мне глава города делает предложение. Хочешь стать главным архитектором? Я поначалу очень смеялась долго, думаю, ну вы что, ну куда, как? Он говорит, ну хорошо, тебе посовет, и ты сама ко мне ведешь с этим предложением, когда поймешь, что так жить нельзя дальше. Ну, в принципе, так и произошло, если честно. А еще, параллельно с этим, знаете такую программу архитектора РФ? Знаете, да? Вот я вошла в состав финалистов, 100 финалистов архитектора РФ, потом еще мой проект, вот по дизайн-коду Краснодара, он вошел в 12 лучших проектов из этих проектов, и мы свои проекты представляли правительству Российской Федерации. Медведеву, Собянин, кстати, тоже присутствовал, это мэр Москвы, и так далее. То есть, это очень коротко, очень смазанно, получилось, что меня попросили закончить. Король к тому, что не бойтесь, идите вперед, но для того, чтобы не бояться идти вперед, вы должны быть себе уверены, а для этого надо много учиться, и много работать. Вот, теперь вопрос. Красава. Аплодисменты. Итак, желающие, либо с места максимально громко, либо выходите ко мне, и будем вместе с микрофоном стоять. Ребят, не бойтесь, глупые даже вопросы задавать. Будет что вспомнить. А это зря. Здравствуйте, Наталья Александровна. Я хотела... Меня зовут ИС-29Д, и хотела спросить, так как Краснодар уже официально стал город, как будет строиться метро в Краснодаре, и будет ли оно вообще стоять? Хорошо, спасибо. Ну, я надеюсь, что мне этот вопрос зададут. Вообще, транспортная проблема может решаться не только с помощью метро. Если мы посмотрим на Карлин, там есть У-БА, то есть это подземное метро, есть С-БА, это надземное метро, которое, в принципе, больше электричку, да, или на трамвай. Что мы сейчас... Мы строим четыре ветра трамвайны новые, в новый раз. Дальше. Мы собираемся запускать, ну, не мы, а другая администрация, АЦЭК Роснодарца, запускать, как-то, ну, назовем ее РУКА, то есть это использование тех железнодорожных путей, которые на сегодняшний день рвут городскую ткань, да, нет, использоваться большой достаточно части земли из-за зодотей, запуску электрички, строительству переезда здесь, ЖДМОСТ. Ну, и также нас слышали про такой фантастический проект, как КИНАМИ, который собираются строить в Китайце, ну, посмотрим после этих событий, как говорится. Вот. Ну, то есть, а по строительству метро тихо-тихо-тихо-тихо, а после метро могу сказать следующее. Это как бы можно все сделать, но это реально очень-очень-очень дорого, и специалисты транспортной модели просчитывали, как будут ездить с севера города, потому что Краснодар на север расстраивается, имеет смысл строить только одну ветку, а как бы зачем строить подземное метро, если ту же самую функцию может выполнить вот этот проект наземка по существующим железнодорожным путям. Спасибо. Еще. Просто ответил, еще у нас, я думаю, интересно. Встаем. И очень громко, спасибо. Кот сидит на коленях, я вижу. На самом деле, все всегда возможно, когда вы абсолютно правильно все говорили, конечно, что это невероятно дорого, это все возможно, но для этого инженера помимо метро, выбирала или отводила и так далее, то есть все это возможно, но это реально просто вопрос о причине, как и все время. Спасибо за вопрос. Спасибо. На самом деле, возможно, конечно, вариант работать архитектором после среднего давания, по крайней мере, документацию может. Другое дело, что, смотрите, высшее образование, но это тоже, я не хочу говорить, что это такая вещь, что это все, что это все, что это все научиться, делал компьютер, это точно сможет, действительно, от ваших способностей. Другое дело, что, если у вас такая жизненная установка, что вы хотите, чтобы абсолютно все места вашей работы были от доводки и как для молодого специалиста это абсолютно нормально, то есть я сама такая же, да, естественно, вы будете работать, скорее всего, ребят, вот, кстати, ответ для всех, первое время вы будете работать на достаточно скучной работе, набираться опыта, будете чердить эти самые перемычки, и если вы параллельно с этим после работы не будете заниматься самообразованием, не будете участвовать в конкурсах, не будете чему-то учиться, то вот так, в принципе, и до старости будете эти перемычки чертить. А если вы будете вот именно такими интересными вещами заниматься, то, как кажется, там, жюри архитектурного конкурса, например, да, есть у вас высшее образование, среднее образование, синий или красный у вас диплом, им важно видеть вашу работу. Так же, в принципе, ну и везде. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Еще да, пожалуйста. Шестакова Ксения, архитектура. Что вы думаете по поводу переименовывания города Краснодар в Екатерина, тивое историческое название, как вы считаете? Я думаю, вот идея соосновать решений, есть такое салтво, мы предлагали вообще сделать один округ в Краснодаре и назвать его Екатеринодарский округ. Но это было бы прикольно, да, у нас есть там историческое поселение, вернуть улицам исторические названия, дореволюционные округ сделать Екатеринодарский и, собственно говоря, на этом строить какой-то бренд, да, какую-то историю. А переименовывать весь город, ну как бы, не знаю, мне кажется, вот знаете, Краснодар основали в 1793 году, переименовали его в каком? В 18-м, получается, да, что вот еще чуть-чуть и вот по плотности истории советский период, он, ну, и не советский период, а постреволюционный период, он более плотный по количеству событий и по значимости для нашего города, чем дореволюционный период. Поэтому даже вот мне кажется, что это не совсем логично. И вот, кстати, никто из вас не был в субботу на лекции Павла Гнилорыбова от архитектурных излишеств? Нет. У кого телеграмм установлен на телефоне? Значит, заходите в телеграмм. Ребята, это нормально, ничего страшного. Заходите в телеграмм. Архитектурные излишества. Канал называется. Подписывайтесь на этот канал. Архитектурные излишества. Павел Гнилорыбов, это мальчик, с которым мы познакомились на Олимпиаде по литературе там в 2000, там, не помню, в 2005 году. И сейчас этот человек, ну, это мой ровесник, он пишет книжки про Москву. Он, скажем так, регионовидением занимается. Именно про архитектуру он пишет книжки. И на его канал Бианин, Мид, Явшоу, это тоже ничего. Содерация, погуглить всех этих людей. В общем, обязательно много читайте. И друг с другом все эти темы обсуждайте, потому что именно в этом состоит ваша профессия. Отлично. У меня вопрос, я думаю, он будет интересен на остальные. У нас есть определенная историческая застройка в городе Краснодаре. Прекрасный кирпичный модель и так далее. Я обратил внимание, напротив филармонии реконструкция прошла недавно, здание Сталинского импира. Напротив филармонии там здание в Советском импире его реконструкция прошла. И частично я вижу, где-то она проходит, а где-то прям очень большая печаль. С этим как обсуждать конструкции застройки и вообще действия идеи приведения единого облика исторического. Да, есть 1 марта 2019 года губернатор подписал приказ о предмете охраны исторического поселения. И вот как раз таки основная часть города, то есть это красная плюс-минус 4-5 кварталов от нее в разные стороны стали историческим поселением города Краснодара. Ну как бы они и были, но об этом все забыли. А вот сейчас мы написали регламент и в правилах землепользования и застройки утвердили этот регламент. То есть теперь официально нельзя строить в центре здание выше 5-6 этажей, где-то двух-трех этажей, это разное. А с точки зрения финансирования большинство этих домов это частная собственность. И мы, вот я как чиновник, если пойду и кому-то отремонтирую дом, меня завтра же дядя прокурор возьмет за ручку и посадит в клетку. Скажет, так нельзя делать, не надо, потому что это коррупционная составляющая. Должна быть какая-то программа, не знаю, федеральная, региональная по конструкции и объектов наследия, исторического и культурного наследия и ценных градоформирующих объектов, но если вот, например, знаете, что такое особо любви Примаревича Альтманский дом на Пушкино с куполами с такими, да? Знаете, видели? Вот, например, вы просчитывали, мне очень хочется отреставрировать это здание и сделать там, ну, например, ну, не знаю, что-нибудь и буду говорить, что. Мы просчитывали, что расселение и реконструкция обойдется где-то в 200 миллионов. То есть одно здание 200 миллионов, ну, представьте себе вообще этот масштаб, а сколько таких зданий? У нас 400 с чем-то памятников, 400 с чем-то ценных градоформирующих объектов, а теперь вот вы 800 умножьте на 200 миллионов и получите эту сумму, которая нужна для реконструкции. И это мы говорим только про объекты, а есть же еще среда, самая страшная сети, самая дорогая это сети, то есть вот эти все проблемы. Хочется двигаться в этом направлении, но пока мы только приняли документы, к сожалению, финансирование нам на это не довели. А то, что делается, это делается в основном именно собственниками этих зданий. Время последнего. Да, нормально. Итак, спасибо большое. Крайний вопрос. Молодой человек, пожалуйста. Здравствуйте. Смотрите, ну, дело в том, что, ребят, тихо, ничего не слышно вам будет. Смотрите, по реконструкции вашего техникума, вы как юрлицо, по идее, можете его реконструировать сами. Но, я знаю, что всегда в учреждениях образования денег нет. И опять-таки, насколько я слышала, что вы получили какой-то грант, вроде как на какую-то, на что-то. В общем, на самом деле, вам нужно просить денег. Если вы не будете на реконструкции, вам их не дадут. Но, тут очень важный вопрос. Если вам не нравится дизайн чего-то, да, именно важное основание для людей, в огромном количестве вузов потолок сыпется. В политехе, например, просто сыпется потолок. И тема про дизайн это, конечно, очень важная тема, потому что среда нас формирует. Но и то, вот я была тут года три назад и пришла вот в прошлом году, в декабре, и я вас очень младше и я подумала, ну вот действительно молодцы и видно, что ваше государство заботит о вас, о том, чтобы вам было добрым. Не все сразу, но я думаю, постепенно курс правильный выбран, мне кажется. Прошу прощения у нашего соревнования можете обозначить оборотим электронная почта или какие-то вопросы есть. Рабочая. Пишите на strbacfrd.ru strbacfrd.ru Вот он. Толик, Толик. Итак, еще раз спасибо большое аплодисменты. И сейчас у нас будет прекрасное, красивое общее фото на сцене, поэтому плавно встаем и двигаемся на сцену, друзья.